Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф 10.04 в Москве, телерадиоканал Страна ФМ в студии Влад Кутузов Юлия Егорова и прямо сейчас, как всегда, по вторникам В это время у нас замечательная спортивная программа Большая, фактически, часовая, называется она Стране о спорте Это значит, что мы узнаем сейчас всё просто, что происходит в спортивном мире И расскажет нам об этом кто? Да, к счастью, узнаем не друг от друга, потому что это вовсе бы и не спорт был, конечно Или спорт с натяжкой такой В нас в гостях сегодня наш старый друг, корреспондент издательского дома Спортэкспресс Евгений Белоусов, Жень, доброе утро Доброе утро, Жень Спасибо, что, кстати, пользуясь случаем со всеми уже теперь наступившими праздниками Потому что мы виделись, по-моему, в прошлом году, последний раз Ну что, мы можем начать с разных тем У нас тем много всяких, наверное, с хоккея всё-таки начнём Лучше с него, действительно А с Кубка мира, которого теперь, как выяснилось, не случится Благодаря НКЛ Вся проблема действительно в том, что за океаном НХЛ и профсоюз пытаются договориться о новом коллективном соглашении Без которого, в принципе, проведение матчей за океанской лиги невозможно И Кубок мира стал такой разменной монетой в этом торге Вот, в принципе, ей может также стать и Олимпиада в Пекине, которая в 2022 году будет В принципе, международные соревнования, это не очень беспокоит НХЛ и её комиссионера Гарри Бэтмена Я не поняла, Жень, кто кого не очень беспокоит? Международные соревнования, матчи сборных команд, то есть, в принципе, противостояние России и Канады А это как бы им там вообще, да, дела до этого нет, да? Да, и в принципе, в первую очередь так, беспокоит их Кубок Стэнли Вот, как там, Вашингтон сыграет, и Пейсбург, и... Ну, как играет Вашингтон, это тоже отдельная тема, мы об этом сегодня ещё поговорим, особенно в последней неделе Тебя тоже это беспокоит, да, Влад? Так, слушай, ну, конечно, конечно, я же фанат Овечкина, в первую очередь Ты меня перебил, Юлька, о чём я хотел спросить? А мы хотим всё-таки вот эту вот скандальную историю, да, обсуждить А, да, вот, собственно, о чём я хотел спросить Слушай, а у НХЛ есть такое право сказать, собственно, ребят, мы просто не хотим и не будем проводить, и всё? Ну, это их право, это их турнир, понимаешь, Олимпиады это одно, на Олимпиаду они могут просто не отправить игроков, как это было в Пхенчхане, вот, в прошлом, в феврале Что касается Кубка мира, это абсолютно их креатура, начиная с Кубков Канады, которые, там, 78-го или 81-го года проводятся Вот, они приглашают просто все сборные на их турнир, проводится он в Северной Америке Вот, последний проводился в Торонто, не очень он для них закончился, потому что они планировали собрать, там, 100 миллионов прибыли, собрали 20 В общем, деньги не очень, и они решили его прикрыть Поэтому мы уже 6 лет, получается, в ближайшие 6 лет не увидим соревнований лучших против лучших То есть Малкин, Новечкин и Кучеров в одной команде, буквально 6 лет? Ну, получается, да, вот с 2016-го года до 2022-го, когда будет Пекинская Олимпиада И, по сути, деньги, 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 да, решают всю эту историю? Ну, конечно, конечно, в первую очередь Они об этом открыто не заявляют, но... А, ну, мы заявляем за то Подразумевается так, и все наши заокеанские коллеги об этом говорят Грустно, грустно, что мы не увидим игру сильнейших, получается, там Ну, в настоящий момент, да, но всегда верим в лучшее, разумеется Ну, действительно, может, что-то поменяется Давайте все-таки о Вашингтоне начали же говорить Что там у них происходит вообще? Какие-то странные автоголы какие-то у них там происходят? Ушел главный тренер Барри Трокс, который, собственно, привел команду к Кубку Стэнли Евгений Кузнецов слишком уж заумно играет Вот, Александр Овечкин, хоть у него отличный сезон Там, 33 шайбы он забросил там в 35 лет Но при всем при этом, к сожалению, команда тормозит У команды кризис сейчас, ну, действительно, там Одна игра через день на другой, на третий день Это график, конечно, сложный Нужно сейчас отдохнуть, будет звездный уикенд на этой неделе У них неделя, неделя есть на то, чтобы прелаксировать на пляже Вон, я видел вчера лайв в инстаграме Артемий Панарин Выходил на связь из Майами Он с Александром Радуловым беседовал, который в Мексике был Вот, то есть все сейчас поехали отдыхать Но при всем при этом у Вашингтона, конечно, дела не очень Они пятое поражение подряд потерпели И, по большому счету, после матча звезд для них какой-то такой момент истины Женя, здесь есть еще о чем поговорить У меня есть куча вопросов по этому поводу И про Вечкина тоже, но мы к ним вернемся к вопросам Буквально через несколько минут, друзья Сейчас мы приобремся Стране о спорте Лайв Ну да, вы, собственно, вернулись Да, петь мы не будем сейчас, потому что у нас спортивная программа Стране о спорте Евгений Белаусов из издательского дома «Спортэкспресс» У нас в гостях, Женя, еще раз доброе утро Обещал я добить тебя, в хорошем смысле слова, вопросами О Вашингтоне и об Овечкине Вот о чем хочу спросить, смотри Ну, Овечкин же проводит шикарный сезон совершенно Ну, отлично, да Да, вот эти 600 шайпового в итоге, да, когда он приближается там К какому-то рекорду К очередному рекорду, да Это вот то, что происходит с Вашингтоном Это все-таки нет у Овечкина достойных напарников, скажем так, да? Ну, действительно, все его партнеры просили Или все-таки, вторая часть вопроса Или все-таки после Кубка Стэнли в целом команда немножечко расслабилась Ну, говорят многие о чемпионском похмелье Ну, да, да, вот это Как это? Чемпионское похмелье? Ну, да, да, каждый раз, когда команда выигрывает трофей Существует какой-то недостаток мотивации на следующий сезон Это, собственно, и называется чемпионском похмелье Ты никогда не слышала? Нет Ты не играешь в хоккей? Я даже редко говорю про хоккей Это когда как бы сносит крышу, да, звездная болезнь случается? Ну, в принципе, что-то в этом роде, да Ну, так что в итоге все-таки? На самом деле, очень много факторов Там и тренер не может подобрать правильные слова, наверное Вот сейчас устроили два собрания после матча из Чикаго, которые... Значит, тренер не может подобрать правильные русские слова Ну, видимо, да Потому что все-таки там трое русских, действительно Еще двое на подходе Один фарминг И один просто... Вот, в принципе, я думаю, что ситуация ближе к плей-офф То есть к апрелю должна устаканиться И уже в матчах на вылет мы увидим тот самый Вашингтон А ты еще фразу сказала, что Кузнецов заумно как-то сейчас играет Это что значит в хоккее, вот заумно? Ну, дело в том, что Женя, он один из самых креативных игроков Национальной хоккейной лиги И партнеры просто иногда не понимают, что он имеет в виду Особенно, когда они, ну, как бы не росли в наших условиях А он... его ставят, в принципе, с какими-то дуболомными канадцами Вот, и они, в принципе, ну, так вот на него смотрят Вот как на какого-то пришельца Хорошо, да А ты знаешь, бывает, когда кто-нибудь элегант очень пошутит Вот, ему смешно, а остальные не понимают, о чем идет речь Это на Женя Так, смотри, еще одна новость из мира хоккея Которую мы непременно должны обсудить Это вот это вот полный какой-то трэш Который случился на звездном уикенде в Казани Мы имеем в виду матч звезд КХЛ Ну да, его заметили даже в Америке Я вчера читал просто восторженные отзывы Семероамериканских коллег Трэш в хорошем смысле слова Конечно, конечно Адок такой позитивный Адок позитивный Адок Вот, все началось там с такой свадьбы маскотов Это талисманы команд такие, ростовые куклы Вот, они устраивают всякие интересные представления Потом они сыграли еще с детьми в слэдж-хоккей Это такая версия для инвалидов На санках выглядело это, конечно, довольно дико Но, наверное, дети получили удовольствие После этого начался в субботу Скилл-компетишн Это мастер-шоу такое В течение которого просто Лучшие, наверное, наши хоккеисты Показывают свое мастерство Там булиты забивают И в перебивках между этими конкурсами Там парень, один итало-канадец Такую мелодичную Балладу играл на гитаре При том, что он отличный защитник И кучу очков набрал в этом сезоне Но он прекрасно поет Это было на льду прям Да-да-да-да Круто вообще Поставили стол И он действительно исполнил великолепное Я у него интервью брал пару месяцев назад Ну и парень, конечно, великолепный У него еще такая шевелюра Рокерская внешность, да Женя, давай мы прервемся ненадолго Еще поговорим об этом Я не буду повторять твои слова Вот об этом позитивном Обо всем, что происходит в Казани Друзья, 3-4 минуточки Мы продолжим программу «Стране о спорте» Страна ФМ и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте» У нас сегодня в гостях корреспондент Издательского дома «Спортэкспресс» Евгений Биалаусов Мы поговорили про... Оно тоже так себе объявилось Да ладно Ну мог бы не обращать на это внимание Кутузов Я пытаюсь сосредоточиться Потому что важные вещи обсуждаем Женя, скажи, мы с Казани закончили? Конечно К счастью, мне кажется, все-таки давно Какую-то хоккейную лигу мы обсудили Да, какую-то Со звездного уикенда все понятно Россия молодцы Казанцы были в восторге Верно? Ну, по крайней мере, они в этом уверены Там весь мир на самом деле А, вот я о чем хотел сказать Закрываю тему Казани Вот эта вещь, которая там происходила Весь мир уже был буквально в шоке Потому что, как ты уже говорил За эфиром нам, чтобы все знали Слушатели, зрители В Америке они себе такого не позволяют Да? Ну, действительно На матче звезд НХЛ Все довольно-таки по классике Проходит Скромнее все И креатива там не хватает И многие мои коллеги Северной Америки Заметили, что нужно что-то вот Слезать у КХЛ На этот раз, по крайней мере Это тот редкий случай Когда вот мы Можно взять и совершенно справедливо Гордость какую-то почувствовали Мы за свою лигу Ну, это правда абсолютно Креатива у нас хватает Вот чего-чего А креатива в нашей стране Всегда было много К биатлону, Жень Там креатива-то поменьше, да Ну, там выпендриваются Наши океанские коллеги Насколько я знаю Вот и Мартен Фуркат Никак не может успокоиться И к нему Юхан Сбео присоединялся Ну да, иногда бывает И Самуэль Саншвет Которого тренирует Вольган Пихлер Который работал раньше С нашей женской сборной Вот, ну, действительно Ситуация непростая Потому что Александр Логинов Который новый лидер Нашей сборной После ухода Антона Шипулина У него есть Некоторое допинговое Прошлое Так называемое Потому что Обвиняли его В применении Запрещенных препаратов Но оправдали Сейчас он побеждает И в личных гонках И в эстафетах И после этого Соответственно В расстроенных чувствах Его соперники Говорят А Саш, ну не извинился бы ты Ну, за свое прошлое Нам будет чуть-чуть полегче Мы же чистые спортсмены А ты не очень Соответственно За одной За второй гонкой Вот такое происходит И Ну, неприятно, конечно Самому Александру Неприятно нам слышать Такие комментарии В СМИ Вот Но В принципе С этим, к сожалению Приходят смириться Но Партнеры Партнеры По-моему Одна из Членов женской Сборной биатлонной Высказалась Сгоряча уже Да, вот биатлонистка Наша Павлова Она резко отреагировала Красотка вообще И она сказала Люди думают Что все такие чистые Почему иностранцы Не извиняются Перед своими же Залыжников Которые употребляли Почему мы Которые уже Отсидели наказание Должны извиняться А цитата появилась Буквально вчера, да? Да, все Совсем свежие высказки После одного из этапов По-моему В Рупольдинге Ну, она вроде бы сказала Что забираю свои слова назад Вы меня не так поняли Да, потом Была такая история Это действительно нужно Потому что Чтобы избежать Какой-то резкой Резких шагов От Международной Федерации Биатлона Это вполне логично Хотя все прекрасно Понимают о чем Я не хотела сказать Девушке Что она в итоге сказала И для чего Слушайте, ребята Ну, согласитесь Что поведение Иностранных спортсменов Ну, оно как-то Не по-мужски Не по-пацански Ребята себя ведут Да? Сейчас нормальная Пацанская тема В биатлон Впервые в мире Мне кажется Такое происходит Спасибо большое Победители не судят Верно? Ну, с одной стороны Да С другой В принципе Нытиков у нас В мире хватает К сожалению Не только в нашей стране Да? Мартен Хватит ныть Короче говоря Все У меня все Ну, вот здесь Кстати Прилагаю Мартену Подумать А нам взять Небольшую паузу Друзья Несколько минут И страна о спорте Продолжится Страна ФМ И Спорт Экспресс Представляют Стране о спорте Лайф Так, разговор продолжается за эфиром В частности мы обсудили лыжи Вот технику конькового хода И еще какого Какой еще вот есть? Ёлочка Ёлочка Коньковый Классический же, да? Классический, естественно Бывает вверх в горку Когда поднимаешься Лесенка, да? Да, вот так Вышагиваешься Я предлагаю следующий выпуск программы Сделать на выезде За их какой-то лес На беговых лыжах И вот прям оттуда Ну отлично Только погреться нужно Прямой вклю Это Евгений С этим у нас все хорошо Есть хорошие, добрые, старые традиции Которые мы обязательно будем соблюдать Мы о биатлоне договорили Или у нас осталось еще что-то по этому поводу? Да я думаю, что стоит перейти на То, что оправдали наших ребят 28 спортсменов А, ну это важная история, кстати Да, действительно Швейцария, да? То, что случилось? В суд Швейцария окончательную апелляцию внес На решение Решение, соответственно Спортивно-арбитражного суда Который оправдал Наших ребят Мог пытаться, соответственно Продолжить их дисквалификацию Но этого не произошло Вполне ожидаемо Это ребята, которых дисквалифицировали Из-за показаний Родченкова Это вот те самые Которые никем не проверенные На самом деле Все верно Основываются только на пустых словах Конечно И у многих уже Забрали медали Кого-то действительно Подвергли абструкции В международном сообществе Но, соответственно Как-то Решение это Немного Немного Было поспешное Женя, скажи, пожалуйста Ну вот интересно Для всех слушателей Зрителей страны ФМ Вот по пунктам Если, допустим Есть ли у спортсменов Забрали медали, да? Ну и все Все награды, да? В первую очередь медали Теперь что? Их вернут После вот этого оправдания Или как? Мы разговаривали с президентом Федерации Там что же не все так просто К Еленой Вяльбе По поводу По поводу того Что они будут дальше делать Потому что действительно Был нанесен имиджевый урон Действительно Одним из таких Элит Нашего Зимнего спорта И что действительно Как дальше поступать Будут они Или они подавать Какой-то иск мог Она сказала Что преждевременно Пока об этом думать Нужно Насладиться победой И продумать Дальнейшие шаги Но Действительно Если подключить Хороших юристов Там Многомиллиардный Мне кажется Может быть иск Действительно О возвращении Какого-то Имиджевого урона Слушай Мне кажется Это обязательно надо делать Потому что Ну смотри Человек пропустил Во-первых Кто-то завершил карьеру Действительно За эти год-два Кто-то завершил карьеру И ему говорят Слушай Старик извини Да Или девушка извините Оказывается все не так У вас все хорошо Но ты понимаешь Что все У тебя уже карьера завершена Ты больше просто Не можешь в этом спорте Конечно Влад И помимо имиджа Это же какой Психологический удар Просто по спортсмену И навряд ли Даже если у него еще есть Там и силы И желание Возможность бороться Он уже будет таким Как прежде Это как бы Чисто психологически Непросто Мы общались с хоккеистками С которыми я работал В сборной Они действительно были шокированы Тем решением Кто-то там Ездил на 8 чемпионатов мира Или 10 На 3 олимпиады Или 4 Вот выигрывали Медали Вот И соответственно Их Они могли просто Как-то в голове себе Отложить Вот как Их могут лишить Просто этого всего Заработанного Честным трудом Потом и кровью Вот Но К счастью Такое решение было принято Жень Слушай А можете я еще На эту тему пытаюсь Потому что действительно интересно Как все это происходит Если значит Им предъявляли обвинения Которые были якобы правомерными Да вот Все основалось на словах Родченкова Опять же Да Их приняли Лишили наград И так далее И прочее Фактически Лишили спорта Да Многих спортсменов То теперь Оправдали на основе чего На основе того Что слова Родченкова Они ничем не подкреплены Кроме Ну то есть они только сейчас Это поняли что-либо Это получается Ну наши юристы Это доказали По большому счету В спортивном Арбитражном суде То есть спортсменам Испортили жизнь Фактически Да И там Надломили их психологически А сейчас сказали Да Ну окей Слова Родченкова Там были Не совсем верны Значит все это время Наши юристы Все-таки работали плотно Над этим вопросом Ну конечно Потому что была информация Да Когда говорили Что нас поливает грязью А мы ничего не делаем Значит работа все-таки велась Просто Это было не особо видно Да Ну нужно было потерпеть Немного Действительно Юриспруденция Это не такая быстрая наука Но особенно в таком деле И процессы Жень Конечно сейчас Может быть Александру Кокорину И Павлу Мамаеву Тоже не хочется терпеть Вот они сейчас К сожалению Пребывают в следственном изоляторе Но я думаю Что есть надежда Что они все-таки Еще сыграют футбол А Жень Ты сейчас молодец Давай поговорим о футболе Слушай У них там что До 7 февраля Да по-моему Или до какого числа Да Они предварительно будут Содержаться до 7 числа После этого будет рассмотрение Ну скорее всего Следствие будет настаивать На продолжении их содержания В следственном изоляторе После этого будут какие-то Уже непосредственно слушания По делу Уже собран материал Да Вот есть ли какой-то срок Когда будет вынесен Уже окончательный приговор Там оправдательный Или какого-то обвинитель Насколько я понял Побывав на одной из апелляций Последней перед Новым годом Когда уже стало понятно Что ребята останутся И будут проводить Встречать Новый год В СИЗО Я так понимаю Что ограничений Особо нету По другим громким процессам Можно было наблюдать Что в принципе Они длились годами В данном случае На самом деле Имели место Всего лишь два инцидента Когда они вступали в драку И достаточно Ну немного Следственных мероприятий На мой взгляд Должно потребоваться Чтобы все это рассмотреть Но при всем при этом Наше следствие Оно непредсказуемо Поэтому К сожалению Реальных сроков нету Жень, ну насколько я знаю Как Орин активно общается С болельщиками Выходит, да На связь в инстаграм И какие-то делает сообщения Ну на самом деле Телефон ему не дают Но он общается Посредством почты Федеральной службы Исполнения наказаний Вот действительно На днях Он ответил болельщику Пришел его ответ Болельщику Где он назвал Народ быдлом И это наверное Ему действительно Его не красит И ему вряд ли простят Вот Но при всем при этом Там это было сказано В таком контексте Что не читайте Того что Того что говорят Извини чемпион Ну конечно Позитив и негатив Можно по-разному На это реагировать Вырвано из контекста Но конечно Но надо поосторожнее быть Со словами У меня такое ощущение Что ничего в голове Не поменялось у человека Но поменялось Кстати общественное мнение Я заметил Да если в начале Когда все это случилось Ведь 90% Говорили о том Что однозначно наказывать И максимально жестко Ну потому что действительно Все что происходило Было жестко Никому ребят было не жалко Сейчас уже многие там Я не знаю 90% Но процент 60% Мне кажется Примерно так На вскидку говорят Но хорош уже Все они уже Уже они посидели Сколько надо Уже можно их отпускать Лично я купил Майку Краснодара С номером Мамаева В поддержку ребят И очень надеюсь Что соответственно Процесс скоро Прекратится В отношении них Ну вот ты мог бы В ней сегодня прийти Кстати Глядишь Быстрее бы Мамаев Вышел на поле В следующий раз Я обязательно это сделаю Вот у нас какой Евгений Белоусов Доброе сердце Да Ну что давайте Мы наверное потихонечку Сейчас прервемся Еще на небольшой перерыв У нас впереди Будет песня Ну и чуть позже Мы снова вернемся Продолжится программа Стране о спорте А здесь на телерадиоканале Страна ФМ Страна ФМ И Спорт Экспресс Представляют Стране о спорте Лайф Так точно Продолжаем мы Обсуждать Спортивное достижение Наших спортсменов Говорить о спорте И сегодня у нас В гостях Корреспондент Издательского дома Спорт Экспресс Евгений Белоусов И сейчас у нас На повестке часа Гандбол Что у нас там Что-то не очень хорошо Ну да Наши провалились На чемпионате мира И В принципе Это было Ну довольно ожидаемо Ну то есть Как бы Не хватают В отличие от женщин наших Парни не хватают Звезд с неба И Ну не вышли из группы Даже Первые там Бразильцам проиграли Вот-вот Бразильцам Совсем не очень Не очень выступили Но при всем при этом Там и Наполовину состав Молодой был В принципе Есть Есть какие-то надежды Перспективы на будущее Я несколько раз был На нашем чемпионате Вот здесь сейчас Московский Спартак Уже второй сезон Играет Сейчас Крылатском Вот Ну Достаточно хорошее Такое динамичное зрелище Я конечно больше по хоккею Но Гандбол меня тоже Так Привлекает И Действительно Я рекомендую Всем сходить Так Тенизирует На самом деле Ну слушай А молодой состав Как ты сказал Это на самом деле Не всегда ведь плохо Да Я вспомнил что Если мне память не изменяет Могу ошибаться Поправь если что Как раз Возвращаясь к биатлону И сборная Мужская и женская Там очень много было Молодых Спортсменов Вообще без опыта практически Именно в женской сборной Я знаю Были девчонки Которые впервые вышли Твои коллеги нам об этом рассказывают В прошлый раз Впервые вышли на Ну вот На такой уровень Но они может быть даже не молодые были А Менее Менее опытные Да да Не молодые Но у них не было Участие в больших каких-то соревнованиях Три девочки вернулись после родов И Соответственно Возобновили карьеру И Вот Не так давно выиграли эстафету Что было действительно Одно из Сенсаций Причем сделали это Синхронно с мужчинами В один день Такого по моему Уже 12 лет не было Или 13 Вот Действительно Хорошая Хорошая история Жизненная Нужно продолжать Просто Ну мне всегда Это приятно слышать Когда кто-то говорит Что у человека в возрасте Все получается Ну как-то мне это всегда Греет душу И даже После родов Кутузов Видишь Это уже не ко мне Большому счастью Австралию Австралию Опен В разгаре Там Для российской сборной Сенсации Как бы У российской сборной Сенсации не случилось Правильно? Ну вообще да Вчера Данил Медведев Так Оказал конечно Сопротивление Новику Джоковичу Но проиграл Вполне по делу Потому что Все-таки Серп Это сильнейший Теннисист Первая ракетка мира Вот Но У девушек Продолжает борьбу Анастасия Павлюченкова Которая по-моему Сегодня сыграет Что-то в финале И Перспективы Какие-никакие есть Хотя вот Маша Шарапова Уже покинула турнир Да Хотя мы как-то думали Что она пробьется дальше Ну кстати Женя Если о Шарапове говорить Ну конечно Мы ждем от нее В любом случае Но если Совсем Правда в глаза Смотреть Что уже Наверное Не сможет она достигнуть Да Вот Той спортивной формы В которой она была Когда она была На пике Да Своей спортивной карьеры Нет ну конечно Этот год без спорта Или даже полтора Который Из-за мельдоневой истории Случился Он Ну не мог не повлиять На Машу И В принципе Тот год Который уже был после Он показал Что В принципе Конечно Уже Шарапова Немного не та Но посмотрим А надеемся на лучшее Я думаю Что Маша тоже уверена В своих силах И Ее Задача Нас разубедить Немного Ну и я надеюсь Что тем временем Подрастают Маленькие Шараповы На смену Маше И у нас Будет новое Молодое поколение Маленькие Курниковы Даже возможно Но они должны быть Постарше уже чуть-чуть И тогда можно Маленькие Иглесиасы Сюда же тоже Еще Еще одна новость Из мира тенниса Россиянин Наш родной Евгений Кафельников Был включен В международный зал Теннисной славы В Ньюпорте Также Также туда были Введены Француженка Мари Пирс Представительница Китая Лина Ну как бы Это уже вторично Главное что Женя наконец-то Там Это очень почетно И это очень круто Ну конечно Евгения Мы в последнее время Слышим Больше в контексте Футбола Он известный Болельщик Спартака И сильно переживает За московский клуб Но при всем При этом Он остается Одним из Таких самых Наверное Легендарных Теннисистов Российской эпохи И Бывшей первой Ракеткой мира Все таки Олимпийским чемпионом Сиднея По большому счету Для нашей страны Это великий Спортсмен Теннисист И В принципе Признание его заслуг Международной Федерации тенниса Вполне оправданно Ну По-моему До него Только единицы Считанные Из нашей страны Вводились В этот зал Поэтому достижение Действительно Такое Такое Значимое Ну у него на счету И Ролан Гарос Вот я читаю И кубок Дэвиса И Да Победитель двух турниров Большого шлема Действительно Великий человек С теннисом Я так понимаю Все наверное Тут редкий случай был Когда ты пришел к нам в гости А мы тебе сообщили новость Не часто такое бывает Спасибо Слушай У нас остается буквально Минутка Я хотел вот о чем Поскольку мы с тобой Лютые хоккейные болельщики В мае же Да Бой чемпионат мира У нас традиционно Да в Словакии В Словакии Да Ну как ты считаешь Вот сейчас за там За три месяца Да получается До этого турнира Как нам на золото смотреть И Или облизываться Твое субъективное Твое субъективное мнение Я думаю что да Потому что Олег Здоров Вернулся в сборную И это Мотивирует многих НХЛовцев Не отсиживаться за океаном Не отдыхать А приехать В национальную команду И помочь нам Вернуть золото Которого мы не видели По-моему уже там С 14 года Ну да Уже сколько Получается 35 лет практически Пора 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 Ну слушайте Мы прекрасную точку ставим О золоте Возможном О надежде Которое обязательно Не случится Да все таки Евгений Белоус Хотел сказать Издатель Слушай Корреспондент Издательского дома Спорта Это все в будущем Да 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 Жень спасибо тебе большое Ждем мы еще тебя Ну и мы с вами друзья Тоже прощаемся До завтра Все это утро С вами были Юлия Егорова Я самая И Влад Кутузов А ну вернемся к вам завтра Как обычно В 7 часов утра По московскому времени Всем пока Счастливо И до завтра Пока пока Представьте Стране о спорте Лайф